приветствую всех любителей рукоделия с вами лариса и вы мне в гостях на канале ларин фонарик мы снова у меня в мастерской и мы снова будем шить сегодня будет не такое большое изделие как вчера вот но в рамках моего рукодельного адвент календаря сегодня третий день 3 декабря и я решила утилизировать лоскоточки которые скопились за два предыдущих дня у меня и шила вот такую вот для себя игольницу такой игольница дикобраз получилась очень очень давно я уже вынашивала эту идею пошива игольницы подобие моей вот этой вот которая постоянно висит у меня на швейной машинке вот это игольницы я пользуюсь больше всего она у меня под рукой здесь у меня также есть и такой вот хомутик для ножниц и распарывателя в которые меня постоянно в ходу ну булавочки само собой но чего мне не хватало на этой игольницы это зажимов да я иногда когда шью что-то такое где надо например там сбейку подколоть иголки не всегда удобно и вот иногда зажимы намного удобнее и зажимы у меня есть они у меня хранятся вот в таком вот в такой коробочке здесь большие зажимы когда шьются какие-то толстые вещи сумки какие-то толстые органайзеры эти зажимы очень полезны но они не так часто мне нужны чаще всего я пользуюсь вот такими среднего размера зажимами вот они тут двух видов да одни чуть побольше одни чуть поменьше вот и постоянно доставать их вот так вот из мешочка мешочек тоже подарочные оля висар привет тебе вот так вот постоянно их потом собирать высыпать а потом собирать мне казалось это неудобным но я как-то не могла себе придумать открытый какой-то открытый какой-то коробок да куда бы и складывать он тоже не я так много суечусь когда когда шью да и места не так много я как слон в посудной лавке я постоянно эти коробки открытые роняю все рассыпается на пол в общем тоже не вариант для меня хотя для кого-то возможно и хорошая идея вот и поэтому я давно вынашивала вот идею сшить именно тоже такую игольницу наподобие ты чтобы она подвешивалась на швейную машинку именно когда я шью и мне нужны зажимы я могу подвешивать менять эти игольницы под подвешивать с зажимами на машинку я сейчас покажу вам как это все у меня на машинке висит вот так это выглядит на моей помощницы у меня довольно большая машинка поэтому она смотрится не очень громоздко для моей машинки в принципе можно было ее сделать чуть-чуть и пошире но так как я готовую про простеганную заготовку использовала то в принципе достаточно и удобно что помимо вот этих клипсов да помимо этих зажимов здесь и есть у меня место для булавочек то есть там где нужно будет комбинировать где-то булавочками где-то зажимами буду удобно пользоваться до этой будет игольницей и подвешивая ее видите на вот этот штырек на который на которые ставится шпулька и наматывается и в тот момент когда я наматываю ниточку на шпульку я просто снимаю эту игольницу а так в принципе она у меня постоянно висит по крайней мере моя старая постоянно тут висела давайте посмотрим из чего она состоит так может быть не очень понятно да когда на ней зажимы давайте я уберу чтобы вам более подробно показать как это сшито это обыкновенная прямоугольная игольница единственное что у нее передняя часть состоит из вот таких полосочек между которыми вшиты вот такие вот клапаны клапаны или ушки даже не знаю как их правильно назвать это вот как раз шито из достаточков от пошива сапожков все как раз те же самые ткани как раз полосочки ушли но об этом дальше вы увидите это все в мастер-классе а сейчас я вам просто показываю такое изделие задняя часть тоже узнаете это остаток простеганной части одного сапожка но и сделала такую здесь этикеточку так как задняя сторона однотонная мне показалось скучным она скучно выглядит и я пришила здесь этикеточку хотя конечно когда игольница висит на машинке никто эту этикеточку не видит но мне это приятно я то знаю что она там есть ну все я думаю это изделие не заслуживает больших каких-то разглагольствами на ее тему давайте шить все кому понравилась эта идея милости прошу давайте шить вместе и присылайте мне в telegram свои результаты в комментариях присылайте фотографии мне будет интересно посмотреть какие у вас получились игольницы естественно вы можете менять размеры вы можете сделать ее шире короче выше длиннее все как хотите толще набивать сильнее я не стала сильно набивать потому что и так большой объем получается за счет клипсов да вот но так набила чтобы булавочки можно было вставить а в принципе она и не сильно набитая тоже хорошо смотрится потому что у нее задняя часть простеганная как я сказала и с наполнителем поэтому она не обязательно должна быть прям сильно набитая все смотрим сами инструкции пошива если будут какие-то вопросы пишите в комментариях и так чтобы шить такую игольницу которую я вам только что показала сейчас возвращаемся в прошлое к началу моего пошива я собрала все что у меня осталось от пошива предыдущих сапожков со звездами у меня остались вот такие вот небольшие кусочки они как раз у меня хорошо пойдут в этот в эту игольницу органайзер для швейных зажимов что нам понадобится во первых я выровняла вот эту заготовочку которая осталась простеганная помните я вам в мастер-классе сказал не выбрасывайте она у меня 7 на 4 дюйма я ее вот выровняла и мне как раз этого достаточно на обратную сторону на нижнюю часть моей игольницы плюс мне понадобится 5 лоскуточков повырезаю из вот этих вот они должны быть или размером два с половиной на три дюйма и тогда мы будем их складывать вот так пополам и вот здесь прокладывать строчки для вот этих лепесточков на которых будут держаться зажимы или же вот в моем случае осталось остались именно полосы полтора дюйма до из которых мы звезду краили она они тоже сюда хорошо пойдут но тогда их надо раскроить размером вот они у нас полтора и вырезать полосы укоротить до пяти с половиной дюймов то есть вот таким образом то есть или вот такие прямоугольники нам понадобится или полоски в результате или мы сошьем вот здесь вот сшиваем боковые швы то есть нам надо получить такие кармашки или же сшиваем вот по длинной одной стороне и по короткой здесь у нас сгиб и получаем деталь такого же размера в результате мне нужно пять таких деталек они у меня будут вот как раз разного цвета да вот как раз у меня тут пять цветов да нужна одна полоска для держателя да но если вы так же как я будете использовать ее для подвешивания на свою швейную машинку у меня эта полоска длиной 16 дюймов и шириной около двух дюймов тоже в общем где-то 2 на 15 где-то будет достаточно у меня 16 чуть-чуть подрежу видите здесь все равно края неровные то есть это тоже у нас идет в утилизацию но и единственное что нам нужен какой-то кусочек побольше хотя тоже эту часть можно будет раскроить из тоже из лоскутков ну вот я возьму эту ткань мне кажется вот классно будут на этой цветной ткани смотреться такие однотонные лоскутки и из этой ткани нам нужно раскроить две детали размером 4 на 2 с половиной дюйма два прямоугольника и 4 прямоугольника с размерами 4 дюйма на 1,1 дюйма сейчас раскрою и еще раз вам покажу и еще раз озвучу размеры и так я раскроила уже свои детали из остатков давайте еще раз пройдемся по размерам основная деталь для задней части нашей игольницы прямоугольник размером 7 на 4 дюйма у нас в данном случае это уже простеганная деталь но не обязательно этой может быть просто отрезок ткани не простеганы и не проклеены это не принципиально пять лоску точков ткани или размером 3 на 2 с половиной дюйма или же размером полтора дюйма полосочки на пять с половиной или или да можно как у меня и такие и такие пять штук полоска для подвеса размером полтора два дюйма шириной и длиной 15 16 дюймов и также остались у нас ткани для передней части нашей игольницы на которой как раз будут вот эти организационные полосочки для прищепок находиться и для передней части мы раскраиваем 6 деталей два прямоугольника с размером 4 на 2 с половиной дюйма и 4 полосочки с размерами 1 целая одна четвертая дюйма на 4 дюйма все это весь наш раскрой вот как вы видите на заднюю часть я уже пришила этикеточку чтобы она не смотрелась скучная потом в изделии этого можно делать можно не делать это как вам захочется если у вас красивая ткань то украшать не обязательно с чего начнем сначала подготовим наши полосочки полосочки мы сшиваем как я уже сказала у меня в данном случае ткани с двух сторон одинаковые мне не принципиально но если у вас ткань с рисунка то складываем лицом к лицу или полосочки или же наши вот эти вот прямоугольники лицом к лицу и с изнанки закрываем до делаем такие кармашки или же в случае прямоугольников по коротким сторонам застрачен на расстоянии 1 четвертая дюйма от края то есть два шва делаем или же в случае полосочек тоже складываем лицом к лицу растрачиваем с тем же самым припуском по нижней стороне и по боковой то есть тоже делаем такой кармашек срезаем уголочки близко к шву и выворачиваем этим как раз сейчас и займемся вот таким образом я строчила или с двух сторон прямоугольники или же вот так вот с двух сторон полосочки срезаем уголочки близко к шву и на тех и на тех деталях ну конечно же стараемся не повредить строчку выворачиваем их с помощью специального устройства можно уголочки выпрямить и я прокладу проложу строчку на расстоянии не знаю сколько четверть дюйма может быть от края чтобы просто они выглядели все одинаковыми чтобы не было понятно где сгиба где швы то есть вот таким образом отстрочу по трем сторонам одна сторона будет у нас зашиваться во внутрь изделия так что здесь обрабатывать не обязательно ну и по ходу раз уже опять пойду к машинке заутюжила бечку которая для веревочки у нас для подвеса в два раза сначала потом еще каждую половинку два раза и тоже проложу две строчки по обе стороны от сгибов и так после того как мы отстрочили все свои не знаю как скажем скажем ушки будем их называть ушками теперь мы можем уже сшивать нашу основную деталь и раскладываем то есть сверху и снизу у нас детали широкие прямоугольники да а между ними четыре узкие полосочки давайте еще поднимаю то вам не будет не видно и теперь нам необходимо между вот этими видите у нас раз два три 4 5 разрезов в них ставить вот эти самые уши как это будем делать давайте подумаем наверное вот эту сюда вставим эту сюда чтобы как-то немножко разнообразнее выглядела так так это пускай будет нет как-то я хотела начать с розовой что ли с розовой потом зеленую потом бордовую потом сиреневую вот так вот сделаем вот как-то чуть-чуть или же вот так может быть вот так будет хорошо вот таким образом и теперь нам необходимо попарно сшивать то есть ровно в центр выкладываем срез к срезу нашу полосочку и наш наш клапан наше ушко и сверху накладываем деталь которая у нас идет сверху до прямоугольник скалываем все это булавочками вот таким образом идем к машинке и пристрачиваем получаем вот такую картину клапан у нас висит вниз теперь берем следующую ступеньку опять-таки прикрепляем клапан чтобы он у нас никуда не сдвинулся и берем нашу уже получившуюся заготовку и опять пристрачиваем строчка у нас как в петчворке 182 не больше и с припуском 1 четвертая дюйма и таким образом подобным сшиваем всю нашу заготовку ну все передняя часть нашей игольницы готова теперь можно уже собирать саму игольницу надо будет посмотреть возможно немножечко подровнять или же будем шить по задней заготовке она более толстая по ней очень удобно в первую очередь я хочу прикрепить свой подвес для этого я здесь вот посередине сейчас его немножко выступлю здесь сверху да потому что у меня тут начало строчек не очень красиво в общем ровно посередине пришиваю вот этот подвесик я закрепила строчки чтоб никаких булавок не было когда мы будем выворачивать чтобы нам не укалываться это обязательно ну и выкладываем лицом к лицу нашу основную деталь переднюю накладываем на нее нашу наш задник и все хорошо хорошо скалываем по всем уголкам по сторонам так чтобы нам теперь уже можно было эти детали соединить единственное что нам надо оставить нам надо оставить отверстие для выворачивания скорее всего это отверстие у нас будет вот здесь вот внизу удобнее всего будет внизу вывернуть потому что здесь у нас так много швов поэтому оставляем отверстие для выворачивания вот здесь вот внизу не знаю сантиметр дюйма полтора-два наверное будет достаточно ну где-то 5 сантиметров максимум все иду к машинке до прострочили по кругу срезаем теперь уголки тоже близко к шву все четыре уголка и постараемся аккуратно вывернуть надеюсь у нас получится я снизу не стала подравнивать тут чуть-чуть у меня больше получилось не страшно пусть это будет здесь чем больше припус кем лучше когда мы будем вывернем и будем зашивать нам удобнее если припуски даже чуть побольше ну все сейчас выверну чтобы вас не шокировать вот таким действием и отглажу по краю и вернусь и выворачивание очень удобно пользоваться специальными какими предметами до чтобы вывернуть уголочки ну и как я сказала вывернули уголочки все расправили и от утюжили за счет того что у нас задняя стенка простеганная у нас такой вот жесткий форматик получился до держит хорошо форму наша подушечка уже мы и здесь заутюживаем припуски на отверстие для выворачивания чтоб потом тоже заутюживаем чтоб потом легче было зашить но и все осталось мне только мою игольницу набить наполнителем у меня где то есть там синтепон не кажется ли синтепух посмотрю набью но и а готовую игольницу я думаю вы уже видели в начале этого видео на этом я могу с вами попрощаться на данном этапе моего адвент календаря надеюсь вам это штучка извиняюсь такой аксессуар для вашей рукодельной комнаты вам понравится и вы будете им пользоваться ну и как подарок тоже всегда мне кажется любой рукодельница должен он подойти пока всем хорошего настроения пусть у вас всегда все получается и окружайте себя красивыми вещами